Открытие в маленьких магазинах откладывается. Правительство не смогло договориться, разрешать ли работу небольших торговых точек. Хотя еще во вторник министры сказали концептуально «да». Передумали и, кажется, свою роль в таком решении сыграл и президент Эггелс Левец. Во вторник министры сказали «а», в четверг уже не спешили говорить «б». На первом заседании правительства на этой неделе министерство экономики предложило уже с 1 марта разрешить торговлю в небольших магазинах площадью до 300 квадратных метров, если у них есть отдельный вход. Правительство концептуально идею одобрило, договорившись в четверг, то есть сегодня, уточнить все детали. Причем, если раньше предполагали, что изменения вступят в силу со следующего понедельника, сегодня передумали. Мы договорились о дате, когда изменения могут вступить в силу. 9 марта. И у предпринимателей для подготовки будет более недели. По подсчетам экспертов, это позволило бы вернуться в торговлю 16 тысячам работников. Против открытия, ссылаясь на данные эпидемиологов, как и двумя днями ранее, сегодня были премьер и министр здравоохранения. Коллеги, у нас сейчас есть не только подозрения, но и доказательства распространения нового штамма вируса в Латвии. И число случаев растет. Поэтому нам надо считаться с тем, что на следующей неделе ситуация может заставить нас не только не открывать что-то, но и ужесточить требования. Другие министры в противовес словам Павлюца говорили, открытие небольших магазинов уменьшит число покупателей в открытых сейчас торговых точках. А угроза заражения, благодаря необходимым 25 квадратным метрам на одного человека, будет намного ниже, чем, например, в общественном транспорте. Но были и те, кто осторожничал после услышанного от президента. Со вчерашнего дня, коллеги, мы находимся в совсем другой ситуации. Те, кто вчера слушал президента, скорее всего, подметили, что мы своей должностью отвечаем за то, как будут изменяться ковид-показатели. В итоге большинством голосов министры договорились отложить рассмотрение вопроса об открытии магазинов. Но с условием вернуться к нему на следующей неделе, после того, как экспертная группа разработает дополнительные критерии безопасности для магазинов. Что это за критерий, пока не ясно. Торговцы говорят, они устали. Мы видим на сегодня, что многие опустили руки, типа, ну, как будет, так будет. Или уедем с этой страны, или как-то сложно сказать, что кто порешает. Но оптимизма, конечно, нет. И то, что было надежда, что будет выровнена ситуация, это, конечно, мы на сегодня потеряли ее. И, думаю, до следующей недели вряд ли у нас восстановится. Напомню, в части магазинов все еще действуют списки разрешенных кочной продажи товаров, которые, по мнению торговцев, уже следует обновить. Если человеку надо, ну, сейчас, например, удочку, он хочет рыбку пойти поймать, ну, условно, почему ему запрещать или как-то. Но сегодня разрешено продавать снежные лопаты, хотя их уже никому не надо. Сейчас уже что-то другое надо, уже на ковшике, чтобы в воду черпать из подвалов, да. Зато министры сегодня договорились продлить запрет на въезд в Латвию без значимой причины до 6 апреля. Связанные с COVID-19 вопросы правительство продолжит рассматривать завтра.